Девочка-пай 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 Ну мне надо в город, понимаете, какая штука Вот сейчас мы узнаем, может быть, тут Тетя Ира-то дома? Ну-ка, 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 ну-ка Пойдем, 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 сейчас, 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 сейчас Закрыть надо, ну молодец Так, пойдемте, пойдемте Вот сейчас интересно думали Ну-ка, 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 не видно никого А там тоже никого не видно Может быть, дома здесь, ну-ка Здравствуйте Здравствуй, Костенька, здравствуй А мама дома? Нет, она работает Ай-яй-яй-яй-яй-яй, жалость-то какая, а А ведь она мне так нужна Да говорите мне, я свой Понимаешь, Костя, мне срочно в город надо Дела, а вот племянников ни с кем оставить Можно они с тобой побудут до вечера Ты присмотришь за ними? Да, конечно, только у меня дел куча, я с ними нянчиться особо не буду Да как же, с ними нянчиться, посмотри, они уже совсем большие Даже, может быть, тебе в чем-нибудь помогут Ну я прирожденный воспитатель, ну давайте Ну, ну хорошо, ну вот, друзья мои, вот Костя теперь у вас старший Слушаться его во всем, договорились? Хорошо Ну целую вас Ну ладно Давайте, давайте, давайте До свидания До свидания Это как раз успеваю, я ведь теперь, я успеваю Успеваю теперь, успеваю Ах ты, какая штука Давай, речь, а? Работаю, работаю А ну-ка, пойди-ка сюда Вот это что такое? Тут же куча сорняков Это работа разве называется? Нельзя даже на тебя понадеяться Ну тогда я сам выдергаю свои сорняки Ты что, не слышал, что тебе дядя сказал? Я здесь главный, и ты должен на меня слушаться Кость Кость, что это у вас происходит? Да вот, Вячеслав Григорьевич попросил за племянниками посмотреть Вот такая нынче молодежь непослушная А ты бы с ними по-человечески попробовал, чем глотку надрывать? Иди отсюда, не мешай ты воспитательному процессу Что ты делаешь, вредительница? Ты что, цветок от сорняка отлечить не можешь? Ну ты сказал мне, травку выдергиваешь, и я ее выдергиваю Какую травку? Я же тебе наглядно показал Не кричи на нее, на нас даже мама так не кричит, не дядя Ладно, идите работайте, и побыстрее Мы тоже хотим есть Кончилось Ах так! Ты что сделал? Вот что ты сделал? Ах вы! Я вам покажу! Так тебе надо жать закорячься! Чего? После я мама за нас! Жизнь – большая ответственность перед собой и Богом Человек учится быть ответственным за себя с самого юного возраста Не падать с деревьев, не прыгать из окон, не обжигаться и не простужаться Да мало ли еще чего Ты что сделал? Что? Она сама виновата! Она сама виновата! Так, ладно, идите игрушки убирать Тебя-то они слушаются! Пошли в дом Вот Герда въехала в темный лес Но карета ее сверкала так ярко, что слепила глаза встречным разбойникам А они этого не пожелали терпеть Золото, золото, закричали они Схватили лошадей под узды Ага, вот и я Слав Григорьевич, а мы думали, вы вечером придете? Да я так и приду вечером, мне еще надо в одно место заскочить Я вот пришел проведать, думаю, как вы тут? Да нет, вроде дом не сожгли, стены целы, а? Дядя Слава, не оставляй нас больше с Костей Лучше оставляй с Федей Так, 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 так Это что же тут произошло-то у вас, а? Костя, ну-ка подними голову Быть хорошим лидером Ну, уметь управлять людьми, вот даже такими маленькими Дело непростое И не всякий человек на это способный Просто они и послушные Не знаю, меня неспокойно слушают Ты с ними сусюкаешься Управлять Это не значит Подчинять Это дар Божий И он не передается по наследству Даже Древние правители Ну, которым по чину полагалось Руководить Совсем не умели этого делать Ну, вот, например, сыновья пророка Самуила Они не обладали этим даром В отличие от отца Таких правителей, как правило, рано или поздно свергали Когда терпение кончалось Или свергают Или дожидаются, когда Господь Посылает им нового Вот когда народ израильский устал От бесчинств сыновей Самуила Собрались старейшины и сказали Вот ты состарился А сыновья твои Не готовы продолжать дела твои Поставь над нами царя Чтобы он судил нас, как у других народов И Самуил Помазал на царство Саула Человека скромного И совершенно не царского рода Люди Сразу признали его И закричали Да здравствуй, царь Вот, держи Спасибо Быть ответственным за других Это не только труд Но и большая радость Пророк Господень Самуил Был праведным судьей Всю жизнь Израилю служил До старости седой Потом он сыновей своих Призвал народ судить Народ же Возраптав на них Пророка стал просить О, Самуил Твои сыны творят неправый суд И в дни жестокие войны Они нас не спасут Поставь царя Он будет нам защитой И судьей Царь отомстит всегда врагам Народ не выдаст свой И самуил пред Богом встал Молитву сотворя Услышал Бог его И дал Израилю царя Пошлю я юношу В твой дом Когда же он придет Помазывай его царем Израиль он спасет В то время Молодой Саул Вошел ослиц искать К пророку в город он свернул Хотел про них узнать И вот увидел Самуил Красивей всех людей Всех выше и стройнее был Избранник иудей О юноша Сказал пророк Обедай у меня Нашлись ослицы Что не мог ты отыскать Три дня Ведь будешь ты И весь твой дом Израилем владеть И будешь первым за столом Сегодня досидеть Саул услышал Был смущен Мой дед Вениамин И племя Меньше всех племен Я в доме Младший сын Пророк Сосуд с елеем Взял И вылил на него Тебя Господь Царем избрал Народа своего О люди Бог вам дал царя Израильский народ Вскричал творца благодаря Пусть долго царь живет Лишь тот Кого Господь избрал Умеет управлять И с ним Велик он Или мал Прибудет Благодать 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok